Родина! Свобода! Путин! Родина! Свобода! Путин! Путин попал, так сказать, извините за эту рискованную метафору, он нащупал эту эрогенную зону. В стоке Украины происходят боевые действия. Вы хотите, чтобы на центральной власти Украины всех там уничтожили? И граждане России понимают, что их завтра будут просто вешать на столбах, как на Украине. Там криатура Америки готовят там, вербуют там, это как команда Порошенко. Что надо делать, Украина? Разграблено и разгромлено. Война и хотела быть у нас. Украина в крови! Обама помогает его! Обама, Америка помогает! Америка помогает убивать людей на Украине! Первый ряд! 二ocлевая с程, вновь! Первый ряд! Вайсенюзд 엄청исти 3,000 изpledки по Москве и Иркутску, которыйazi mendелить в городе К в городе Украине. Предоставлено, конградdadenet при получ니다. НОИЗ МЦ! НОИЗ МЦ! В то время как другие заключенные искали бычки под нарами, задыхались... НОИЗ МЦ! 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 Почему вы думаете, что власть боится в Нойземси? Почему боятся в Нойземси? Вот именно, что боится в Нойземси? Правда, правда боится, правда. Потому что он имеет влияние, потому что его слушают молодежь. Нойземси! Нам нравится его музыка, его отношение к музыке, его тексты. Мы слушаем его не из-за того. Будет он поддерживать Украину или США, нам не важно. Нойземси! 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 Мы взялись с нойзем в группе, как они взялись. Возвращаясь с нойзем, там была трансляция. Некоторые шоу на туре уже были заканцелены. Дружба между нашими народами взяла этот флаг. И показывая эти движения, повязала у себя Наталью. Уступление прошло великолепно. Мы вернулись в Россию. Через несколько дней мы увидели сначала на портале Дниру. В статье с заголовком «Нойземси предал Россию». Потом и другие средства массовой информации присоединились к этому месседжу. Про-Кремлин-чаннел НТВ led the charge, broadcasting a documentary called 17 Friends of the Hunta, which smeared Нойз and other Russian cultural figures as traitors. Еще один российский исполнитель, внезапно полюбивший новую киевскую власть, рэпер Нойземси, что их кумир, всегда выступавший противником системы, заигрывает с новой киевской властью. И получили вот этот ушат помоев, который до сих пор стекает. И непонятно, закончится ли он вообще в ближайшее время. Минуты, после «Нойземси» состоялся, он получил звонок, сообщил ему, что гиг был перенослен. Возможно, промоутер и venue получили опасения от федерального секретарства. В результате, мы имеем отмену концертов, обвинения в экстремизме. ФСБ, ОБЭП и все прочие структуры, которые сейчас нами занимаются таким образом. в результате. А как вы реагируете на то, что если, например, музыкант или, не знаю, художник, или вообще нормальный российский человек, если ты не соглашаешься с властью, ты можешь превратиться в враг народа? Как вы? Это неправильно. Это свобода, это демократия. У нас принята свобода слова. Интересно, почему такие группы, как там АК-47, ГУФ, они поют «Мы курим траву», всякую чушь там, и «Давайте обкуремся, обкуремся», и все концерты посещают никакие незапреты, ничего. Потому что лишь бы они политику не лезут, а политика-то важнее, и вот нам, допустим, депутатам, важнее, чем народ обычный. И лично вот всем людям, которые здесь собрались, неважно какие там политические проблемы, мы собрались послушать музыку, мы любим этого исполнителя, мы любим все его груди. «Ноуз М.С» Музыка не отвечает за нарушение государства, а он просто не отвечает за нарушение государства, что они не отвечают за нарушение общества, что это то, что музыка должна быть в порядке. И yet, политические результаты, что эти дети не могут выйти в и посмотреть. Поэтому политики уничтожили популярные культуры. В политическом климате, где трудно услышать музыку, как музыка, в том, что они не могут быть в порядке. И в том, что они не могут быть в порядке. Здравствуйте. Меня зовут Ступин Алексей. Я участвую из Иркутского регионального отделения молодежного проекта Сеть. Буквы — это основа языка, а любовь к родине — это основа патриотизма. И первому и второму люди должны учиться с детства. The Kremlin-backed youth group known as The Network has been promoting a different kind of popular culture, one that's centered around patriotism, grooming recruits to be the next generation of leaders, loyal to President Putin. We headed to Moscow to meet them. So what is this? This is The Network Manifesto. Это политический манифест движения проекта «Сеть». Каждый из участников знакомится с ним. Он так или иначе согласен с принципами, которые в нем содержатся. И мы считаем, что для многих из молодых людей таким образом отцовского начала, образом отцовского поведения стал именно Владимир Путин, с которого они берут пример и поступают иногда в жизненных ситуациях так, как сделал бы он. И в этом смысле, мне кажется, что Россия за последние годы создала только одного человека, который абсолютно известен в мире. Понятно, если выступает Путин, понятно, на каких основаниях он говорит. За ним его избиратели, за ним его дела, за ним решения. И, к сожалению, таких абсолютно известных, еще раз повторяю, абсолютно известных и абсолютно авторитетных людей в мире музыки, кинематографа, изобразительного искусства, поэзии у нас нет. Вы пытались влиять молодых русских через культуру, искусство и медиа. Какие ценности вы считаете, что молодые русские должны иметь сегодня? Конечно, мы очень хотим и пропагандируем консервативные ценности. В этих уставных документах говорим, что мы против однополых браков. Мы говорим о том, что для нас важна семья. Для нас, конечно, важен Путин, и как человек, и не как человек. Инспирен по Путину, было понятно, что враги президента были враги президента. Что это? Это Пусирайт. Это Навальный. Это Саакашвили. Это Удальцов. Это кто-то из эстонских политиков. Это либо министр обороны, либо министр иностранных дел. Я не помню. Это сооруженные политики и оппозиционные фигуры в России. Ну, в общем, да. Ну, это такая шутка. Да. 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 Мы пригласили, на одну из регулярных сессий, для того, чтобы проверить патриотизм своих членов. в России. Вот есть отличный продукт. Вот толстовка у меня отличная с Гомором Симпсоном. Почему? В чем проблема? Вот если бы на ней был Гагарин нарисован, чем бы она лучше была, на твой взгляд? Вот это все для чего нужно, чтобы как-то поднять статус, я считаю, нашего государства, статус нашего народа. «Звук». Эйдовик – это просто отдельная wonка махина Кремлина. Малероидные русские которые расскажут члены противговерситет, ошелы и мастерах на телевизионной стране каждый день. «Наш президент поднял страну ТА-РА-РА-РА-РА-РА-РОССИЯ Путин не предал Украина начинается боевые действия. Вы хотите, чтобы центральная власть Украины всех там уничтожили? Мы не хотим. Кто попадает под удар, исламисты или мирные люди, Обаму не интересует. Он отдает честь военным, не выпуская из руки стаканчик скульпт. Многие русские официальные вероятны, что страна в постоянном атаке по Союзу, и они видят государственную телевизору как первая сторона защиты. Мы встретились с Михаилом Диктеровым, один из самых активных право-кремленных правительств в России. Это человек, который отвечает за пропаганду в ЛДПР. То есть последний оплот демократии, это вообще говоря, российские СМИ. Это мое мнение. Я, может быть, до событий в Новороссии считал даже несколько иначе. Но откровенная ложь CNN, BBC, CNBC, Fox News, не говоря уже о каких-то украинских каналах, она меня навела на мысль, что западные СМИ являются оружием пропаганды. Что якобы нет никаких данных о том, как упал Боинг-3Семерки, малазийских авиалиний. Поэтому это преступление вообще говоря века, я бы сказал. Оно будет раскрыто, и Порошенко, и генералы украинские, и в том числе западные политики. Будут повешены, так же, как Саддан Хусейн. Мы говорим честно, государству нужно защищаться от потоков лжи, которые идут с запада, от пятой колонны, от шестой колонны. Российское государство имеет право объединить все активы медийные. И министерство пропаганды должно заниматься тем, чтобы формировать повестку. Реально. Так и должно быть. И непонятно, какая из них первична ложь Киева о русских войсках на Украине, или все же США вкладывают этот лживый тезис в уста Порошенко. Когда человек в телевизоре демонстрирует, как он ненавидит врагов, и то, что враги есть, и с ними надо бороться, их нужно уничтожать и убивать, это, в общем, вот эта эмоция, эта страсть, она очень заразительная. Она, конечно, убеждает зрителя. Редактор субтитров А.Семкин